Виктория Антонишина и Алма Сашим расскажут вам о самых последних новостях. Добрый день. Доходы бюджета стабилизированы, а прирост в этом году составил 7,4%. Это связано с изменением законодательства и улучшением налогового и таможенного администрирования. Об исполнении республиканского и местных бюджетов, а также о реализации поручений, озвученных на расширенном заседании правительства, министр финансов Бахыт Султанов доложил президенту. Нурсултан Азарбаев поручил применять рациональный подход при формировании бюджета и ориентироваться на госпрограммы стимулирования роста экономики. Министр Султанов также рассказал о второй волне приватизации. Президент поручил обеспечить максимальную прозрачность и эффективность предоставления гособъектов в собственность отечественным и зарубежным инвесторам. Поставил задачи Нурсултан Азарбаев и в связи с завершением акции по легализации имущества. Президент напомнил о последствиях для экономики страны. Легализация дает возможность выявить активы, средства, которые будут потом пополнять бюджет за счет налогов. Все, уловить все, что есть. И больше стараться взимать косвенные налоги, то есть налоги на богатство, налоги на роскошь, снижать корпоративные налоги от предприятий и бизнеса. Вот главная задача налоговой системы. То есть облегчать более малообеспеченного людям, если он имеет возможность держать 4 автомобиля, пусть стоимость одной автомобиля платит налог. Это же государство позволяет. Если он имеет дом на 5 миллионов, а показывает 100 тысяч, это министерство финансов должно улавливать. То есть мы позволяем это иметь. То есть раз ты это позволяешь, то соответственно должен быть налог. То есть из этого состоит бюджет, который мы распределяем между пенсионерами, заработной платой, развития страны. Сегодня во всех банках уже никаких непониманий нет. Если это мы наблюдали год назад, то у нас налоговые службы специально контрольно заходили как граждане и отрабатывали со всеми. Увеличить финансирование на разведку месторождений планируют в Министерстве по инвестициям и развитию. Как сообщил сегодня министр Женас Хасмбек, для этого дополнительных денег из бюджета не потребуется. В ведомстве планируют перераспределить ряд существующих программ и в приоритете определить геологоразведку. В министерстве рассчитывают проводить разведочные работы, а затем предлагать готовые проекты транснациональным компаниям, которые будут заинтересованы в добыче. Когда мы вкладываем в разведку 10% и остальные 90% платит крупная компания, и в итоге мы можем уже месторождение по рыночной цене отдать крупному инвестору. Сегодня выступление я говорил, что сегодня 7 крупных транснациональных компаний, которые работают в геологоразведке в мире, совместно с компанией нашей Казгеология, вопросы эти отрабатывают, начинают геологоразведку. Поэтому мы собираемся в следующем году попробовать увеличить финансирование на первоначальные разведочные работы. В школе села Харашлик Акмолинской области температура не поднимается выше 18 градусов. Это несмотря на то, что перед началом занятий там провели ремонт кровли. На это ушло 700 тысяч тенге, но в классах по-прежнему сыро, неуютные в коридорах, голые стены, обветшалый линолеум, битый кафель. Сейчас больше 100 учеников на каникулах, но занятия в мини-центре посещают 32 ребенка. По словам педагогов, за 26 лет школу ни разу капитально не ремонтировали. Прошлым летом около 200 тысяч тенге потратили на краску и известь. Отмечу, в этом году из госбюджета на систему образования Бурабайского района выделено 4 миллиарда тенге. В этом году, в сентябре месяце, у нас по развитию региона была экономия, и оттуда выделился на нашу школу 800 тысяч, и мы сделали ремонт, текущий ремонт. Но кое-где у нас опять протекло капитальный ремонт, но в течение пяти лет, скорее всего, будет у нас. Ремонт, конечно, еще до сих пор не оплачен. Соответственно, если имеются какие-то претензии к поставщикам, мы их предъявим в законодательном порядке. И средства, если кровля подтекает в данный момент, мы средства эти не оплотим, пока поставщик не устранит полностью все проблемы. В Талдыкургане из горящего дома эвакуировали более 20 человек, в числе которых было четверо детей. Пожар вспыхнул в одной из многоэтажек седьмого микрорайона. В считанные минуты весь подъезд наполнился густым дымом. На помощь жителям сразу же бросились прохожие. До приезда пожарных им удалось вынести из огня шестимесячного младенца и двухлетнего ребенка. Затем помогли спуститься со второго этажа молодой женщине с двумя детьми. Причина возгорания в доме выясняется. По данным службы ЧАЭС, с начала года в области произошло 1215 пожаров, и в них погибли 25 человек. В подъезде приходилось передвигаться практически на ощупь. Таким густым был дым. Когда добрался до третьего этажа, уже практически задыхался. Там окно оказалось открытым. Глубоко вдохнул, набрал воздуха в легкие и бросился дальше на четвертый. В квартире забрал шестимесячного ребенка, завернув его в одеяло. Потом поднялся на пятый. Прихватил с собой еще двухлетнего малыша и побежал вниз. На сегодняшний день основной проблемой, так как отопительный сезон настал, очень много происходит пожаров в живом секторе, много происходит отравление угарным газом. На сегодняшний день отравлением угарным газом зарегистрировано 315 человек. Из них 13 человек погибло. В Уральске за сутки выпала 10-дневная норма снега. Ночью на дорогах областного центра образовалась грязная месива, убирать которая вышла вся техника дорожно-эксплуатационного предприятия. Около трех десятков деревьев не выдержали снежного груза и ветра. Ряд жилых домов оказался обесточен. Сейчас дорожные рабочие вывозят снег и чистят тротуары. Всего на улицах города работают более 80 машин и 325 человек. В 7.30 утра уже все рабочие, 325 человек уже были на линии. Тротуаров у нас очень много. Люди, конечно, жалуются, неудобства есть. 120 километров за 2 часа, за 3 часа, какой бы человек, наверное, невозможно очистить, наверное, чтобы тротуары были чисты после такого снега сразу. В наличии имеется 81 единица техники, полностью она готова к зимнему периоду. Подготовлены противогололедные материалы. Это песко-соляная смесь 15 тысяч тонн. Также бишофит – это материал для посыпки тротуаров площадей в количестве 15 тонн. Также заключены договора на поставку горючих смазочных материалов. К событиям в мире 300 погибших, больше 40 тысяч людей без крова, стертые с лица земли города. Последствия серии землетрясений в Италии катастрофические. 24 августа, 26 и 30 октября на территории страны были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 6, 5,9 и 6,5. Третье землетрясение в этой трагической цепочке стало самым сильным в стране за 35 лет, но не последним. С места событий передает наш корреспондент Юлия Гончар. Сейчас мы кормим людей обедом. Уже около 500 порций раздали. Будем готовиться к ужину. Город Висса. Военные развернули лагерь. В горячем питании нуждаются сотни людей. Власти обещают расселить всех в гостиницы, увезти в другие регионы страны. Но на это нужно время. А пока солдатские консервы и холодные ноябрьские ночи без сна. Идти людям некуда. Город в руинах. И не только этот. Их наберется с десяток стертых с лица земли. Два месяца центральная Италия переживает кошмар, которому не видно конца. Когда я вошла в свой разрушенный дом, мне стало плохо. Спасатели позволили мне собрать какие-то вещи и увели. Прошлую ночь мы провели здесь, в машине. И сегодня будет то же самое. Куда еще нам идти? У нас здесь часто бывают землетрясения, и мы привыкли к ним. Но в этот раз было все иначе. Это катастрофа. Страшно? Еще как. Новое землетрясение каждые 10 минут. 20 тысяч подземных толчков населению центральной Италии пришлось пережить за два месяца. Три из которых стали разрушительными. Спровоцировал их, говорят ученые, сдвиг земной коры вдоль большого тектонического разлома в Аппенинах. Сдвиг троекратный. Другими словами, города Акумли, Аматричи, Норчи и Висса просели на целый метр. Сдвиг земной коры произошел, скажем, в три ступени. И это, при всем несчастье, большое везение. Если бы вся эта масса двинулась в один и тот же момент, то спровоцировала бы землетрясение гораздо серьезнее. Магнитуды около семи. Можно ли ожидать новых сильных толчков сейчас? Толчки будут. Это известно, пока просевший блок земной коры не займет стабильной позиции. И будут толчки ощутимы магнитудой 4 и даже чуть выше. Но ждать ли новых разрушительных землетрясений по силе, сравнимых с тремя предыдущими, мы не можем знать. Делать прогнозы ученые не берутся. Лишь одно им хорошо известно. Италия находится на стыке тектонических плит. И 20 миллионов человек живут в регионах сейсмоопасных. Землетрясения здесь были всегда. Лет за 50 можно насчитать около пяти, особенно смертоносных. Предварительный итог последней серии – 298. Но это еще не конец. И следующая ночь для населения Центральной Италии вновь будет бессонной. Юлия Гончарма, Симилиано Вольпе, Хабар, 24. Италия. Евросоюз по просьбе итальянских властей задействовал специальную службу по составлению спутниковых карт зон землетрясения для оценки ущерба. Еврокомиссия находится в постоянном контакте с Италией и готова предоставить дополнительную помощь по запросу властей, так же, как и после землетрясения 24 августа. Тогда ЕС оказал помощь Италии, используя разработанные механизмы защиты и средства Фонда Европейской Солидарности. Сразу же после землетрясения 26 октября Еврокомиссия оказала немедленную помощь Италии, предоставив по просьбе власти страны свыше 30 спутниковых карт из зон для оценки ущерба. Мы продолжаем эту работу по запросу, особенно по предоставлению карт тех зон, которые пострадали после мощных повторных толчков в минувшее воскресенье. Мы будем мониторить ситуацию и готовы оказывать дальнейшую поддержку. Во время прошлого землетрясения 24 августа мы оказали мобилизованную поддержку Италии, используя механизмы защиты и Фонда Европейской Солидарности. Такую же помощь мы готовы оказать и сейчас, после получения от итальянских властей более уточненных данных о размерах ущерба и необходимой помощи. В Мунайлинском районе Мангоставской области активно ведется строительство жилых домов. В апреле следующего года почти 300 семей станут новоселами. В эксплуатацию планируют ввести 12 многоэтажек. Это одно из многочисленных достижений района за годы независимости Казахстана. О том, как он развивается и с какими успехами встречает юбилейную дату, расскажет Тамара Степанова. В селе Батыр в прошлом году провели электричество, а в этом году завершили газификацию. Амантурлы Ельтеш вспоминает, как раньше приходилось готовить еду на улице в Казани. Работы по прокладке газа проводили поэтапно в течение года. На эти цели из госказны выделили почти 3 миллиарда тенге. Теперь жителям не нужно отапливать свои дома углем или дровами. Один мешок уголь хватит, сколько бы ни экономия, на двое суток не хватает. Это считается, что мешок уголь тысячи тенге, перевезти его 500, один мешок угол выходит тебе на полтора тысяч. Толка готова обогревать дом в одну комнату, получается где-то 35-40 тысяч обходит. А сейчас, когда газ здесь, на 9 тысяч выходило. Самая большая цена. Всего за 8 лет население Муналинского района выросло с 43 до 143 тысяч человек. Сегодня он занимает первое место в области порождаемости. Здесь построено 10 объектов здравоохранения. В местной поликлинике работают 42 врача. 28 из них приехали по программе с дипломом в село. Два года назад, после окончания вуза, мы с семьей переехали в район. Мне сразу предоставили работу в поликлинике, мужа трудоустроили. Дали подъемные 150 тысяч тенге и комнату в общежитии. В следующем году планируем получить беспроцентный кредит на жилье. Программа с дипломом в село – большая поддержка для молодых специалистов. Сегодня в состав Муналинского района входят 7 сельских округов. На момент образования его бюджет составлял всего 2,5 миллиарда тенге. В этом году уже 17 миллиардов. За последние годы здесь проложено более 200 километров тротуаров, около 23 километров новых дорог, а 20% жителей обеспечены централизованным водопроводом. Возведено 9 государственных и 18 частных детских садов, а также 10 школ. В 2007 году в районе училось почти 7 тысяч учеников, сегодня больше 25 тысяч. К примеру, наша школа – первая, открывшаяся в районе с момента его образования. Сам президент Назарбаев приехал на открытие. За это время мы выпустили 7 обладателей звания «Алтенбельге». Несколько лет школа занимала лидирующие места в области по сдаче ЕНТ. Активно ведется здесь и жилищное строительство. К 11 уже существующим многоэтажкам скоро прибавится еще 12 жилых домов. Дома мы строим по программе «Кредитное жилье». В апреле планируем сдать их в эксплуатацию. В каждом доме будет 4 этажа и 24 квартиры. Их получат 288 семей. Хочу сказать, что район растет с каждым годом. Если раньше было всего 6 тысяч частных домов, то теперь 27 тысяч. Или ежегодно вводится в эксплуатацию 150-170 тысяч квадратных метров жилья. В следующем году в районе начнут строительство еще 8 жилых домов. Проектно-сметная документация уже готова. Тамара Степанова, Саламат Бигбаев, Мангостауская область, Хабар, 24. Пока это все. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин